Привет, ребята! Это Илья Икямсев. Сегодня у нас праздничная, великолепная, восхитительная программа Мята-Мята про русскую комедию. Что-то там еще вроде жизни Ильи Икямсева. Это про меня. Но сегодня выпуск полностью посвящен одному очень важному для меня событию, которое многие из вас прислали. Спасибо, что не забываете старикам. Сегодня про батл Белого и Жени Сидорова. Получил от него невыразимое удовольствие. Не знаю, как вам это описать, но я прям невероятно невыносимо был рад. Прямо до состояния такого, что... Сука! Даже когда я думаю об этом, мне приятно. Это прям одно из самых порадовавших меня видео за последний год. И больше всего мне нравится, что в этом поединке, который я сегодня буду с неимоверным наслаждением разбирать, получилось так, что Белый сам поимел Белого, а ребята просто создали для этого условие и записали все это на пленку. Один из самых прекрасных моментов в мире советского, назовем его так, стендапа, который нас всех настолько занимает. Ребята, извините, меня просто разрывает счастье и удовольствие. И в этом состоянии я буду делать все, что есть. Короче, смотрите, фактически, об этом много пишут в комментах к этому видимо, я даже комменты почитал, что Белый выступил лучше, это правда. Не, ну реально, Белый был лучше, чем Женя Сидоров по всем техническим параметрам. Во-первых, шутки были закончены, прямые, они хорошо написаны, они не банальные, есть очень, ну, несколько сильных шуток. Например, шутка про якорь мне очень понравилась. Хорошо решено про подбородок Жени, про железные яйца. Очень изящно сделано про исправление прикус. В общем, очень концентрировано, очень точно, очень в цель. Были сомнения, что нужно ли было разбирать внешность оппонента. Поверьте мне, в рост баттле внешность оппонента – это все, чем вы должны заниматься. Вообще все. Все остальное, если это не звезда и неизвестны его дикие подробности из жизни, даже не нужно трогать. У вас есть очень немного времени, бейте в лицо, бейте в тело, бейте в очевидное. Это очень хорошая стратегия. Все он сделал правильно, он вышел подготовлен и просрал. И на пердячем пару выпустил один из самых искренних и сильных своих монологов, которые как нельзя лучше раскрывают всю его личность. Боже мой, ребят, я давно такого не видел. Я давно не видел, как можно за две секунды стать настоящим на сцене. Это настоящее мастерство документального фильма. Свести всех персонажей так, чтобы один внезапно начал дико раскрываться. Безумная удача всей съемочной команды Рост Баттла. Спасибо Панчлайну, что они уговорили. И спасибо судьбе, что свела этих вокруг. Смотрите, на самом деле Белый пришел с ножом на перестрелку. Вот и все. То есть там не было ничего, кроме... Во-первых, давайте все согласимся, что в зале не было ни одного человека, который хотел бы, чтобы Белый выиграл. Ни одного. Никто не пришел смотреть, как Белый там кому-то опять шутками наносит повреждения. Нет. Все пришли смотреть. Может быть, в этот раз хоть кто-то скажет хоть что-то этому человеку по-нормальному. И было правильно, что ситуацию вывернули в обратную сторону. Там Женя Сидоров, который вышел против Белого, это идеальный оппонент Белого, потому что с точки зрения силы стоит один человек, а с точки зрения оппонента поставили, ну, такую помесь котенка и щеночка одновременно на сцене, на которую нельзя смотреть без умиления. Это такой мяу-мяу-гав-гав-гав. Вот что такое Женя Сидоров. Это очень милый молодой человек, симпатичный, добрый, вежливый, с прекрасным русским языком. И против него вот этот сапог стоит. Но тут понятно, за кого болеть. Что бы ни сделал Белый, жалко будет Женю Сидорова. Ну, такая комбинация. Во-вторых, Женя Сидоров выступал плохо. Ну, не то, что плохо. Там обычно тема с недописанием шуток. И там были хорошие темы, про которые я сейчас поговорю. Но они были просто не настолько четко оформлены в шутке. И это не делало его хуже. Это просто придавало ему шарм жертвы. То есть, чем хуже технически. Именно вот, ну, типа вот, если вытащить все эмоции из стендапа и оставить технические методы. Вот по этим техническим меркам у Жени были шутки хуже, чем у Белого. Ну, менее оформленные, менее яркие, менее звонкие. Вот такое Женя сложный чувак. Он сложно пишет свой материал. И этот материал меньше подходит для рост батла, если, ну, просто писать так, как Белый. Поэтому Белый был сильнее в этом моменте. В общем, и когда в конце Белый понял, что все не в его пользу в принципе развивается. И что он проебал момент, когда нужно было нормально давать реакцию. А вот как раз Женя Сидоров силен в том, чтобы быть в моменте, в контексте. Грамотно отвечать, грамотно подобрать. Он умеет вести батл. Не просто быть в батле, а вести. Здесь сила Жени Сидорова и опыт как раз сыграли на то, чтобы Белый себя похоронил. И когда объявили результаты, орали за Сидорова, мне пофиг, почему это было. По этим причинам, которые я сказал, поэтому. Но я тоже испытывал невероятное удовольствие. Мне пофиг, Женя мог молчать весь раунд. Белый бы просто прыгал. Почему? Ну, потому что оплом Белого гораздо больше, шире и ярче, чем его комедия в принципе. Я не знаю, что он делает сейчас. Я серьезно. Я смотрел на Белого года три. Я и в контексте программы пытался понять, что происходит. Я специалист по комедии Белого. И за три года, ну, он вроде хороший комик. То есть, ну, нормальный. Он умеет писать шутки. Нахера он себя так ведет? Вот давайте с этим разберемся. Смотрите, у него сейчас нет комедии, потому что спешил Белого похоронен на Рутюбе. Я не знаю, это могила. То есть, если ты выкладываешь что-то на Рутюб, ты это похоронил. Я не могу сказать, кто помнит шутку. Я не помню, кто когда-нибудь цитировал шутку Белого. Я понимаю вот его состояние на сцене. Я помню его образ. Не, я помню шутки Белого, потому что я их пытался разбирать. Честно. Ну, и так уж получилось. Я помню эту историю с, как его, с волками. Вот эти вот волки не лечат друг друга. Или помню историю. Ну, хорошая шутка была про это, но их никто не помнит. Назови хорошую шутку Белого. Ну, хер ее знает. Все на образах, понимаете? Все на флоу. Второй момент. Саша Гришаев мне тогда сказал, зачем, как ты можешь это вот смотреть, если ты не видел их. Живем на сцене. Я специально на Белого ходил на питерском фестивале. Смотрел минут 10. Он там затирал про Голунова. И здесь, я честно скажу, Женя Сидоров выдал одно из самых интересных и одно из самых точных определений слабой комедии. То есть, это когда человек делает вид, что он берет острую тему, а на самом деле шутит на другую тему. Это шутка как раз у Белого был материал про Голунова, о чем говорил, в принципе, Женя. И Женя употребил очень хорошую метафору «не ебешь, а дрочишь». И действительно, потому что на ту самую тему, когда Голунова освобождали, Белый придумал шутку, как он покупал какие-то майки нахрен куда-то, зачем-то. То есть, это комедия наблюдения. Это не комедия участия в чем-то. Он не решает проблему, он просто проходил мимо, был выше всех этих людей, придумал им шутку. Ну, хотел быть с вами, но знаете, потому что я, знаете, я Белый, и быть с вами для меня это... Ну, вы... Короче, если ты рядом с Белым, ты должен быть ниже его. Ну, по умолчанию, просто это такой формат общения, формат постановки себя. Он прослеживается и в комедии, и во всем, но от этого страдает комедия, от того, что в самой ситуации с Голуновым не было комика. Был комик вокруг ситуации с Голуновым, он там на волнах походил. И в этом смысле он не ебет, он дрочит. Вот дрочит на остро-социальные темы. Вот что такое вот конкретный этот кусок комедии. Спасибо Жене Сидору, прекрасное определение, очень точно не в глаз и в бровь. Ну и второй момент, там очень был сильный подъеб, что, ну, у Белого реально, типа, позиция, типа, все лучшее. И с этой точки зрения, шутка, у тебя серебряная медаль, а у тебя золотая, но это прям хороший троллинг. К сожалению, он не очень уместен именно на сцене рост батла, потому что там никто не понимает, о чем речь, никто настолько глубоко не задумывается. На самом деле Женя Сидоров выражал позицию, выражал социальную позицию свою, как комика, свое видение комедии и другие вещи. В общем, занимался достаточно важным делом, которому не совсем место на сцене или... Я даже не знаю, как это оформить. Я объясню почему, потому что я пытался делать с этой точки зрения рост батлы свои, ну, участвовать с этой точки зрения, это очень тяжело. Они практически никогда не заходят, люди на самом деле хотят крови на рост батле. Самое главное, что ты можешь выразить эмоции и быть в контексте, вот и все. Окей, респект Жени Сидорову, прекрасный батл, прекрасно отстаял, прекрасно исполнил свою роль. Откуда все это? Ну, поймите правильно. Белый заложник мейнстрима. Он сам в него попал, он сам добивался того, чтобы там быть, но в мейнстриме есть свои ограничения. То есть, если ты хочешь что-то из него взять и в нем быть, ты должен что-то отдать. Сейчас ты должен точно, совершенно отдавать контекст. Все, абсолютно все монологи, все события, они не в контексте или очень слабо касаются. Сейчас основные темы, это, ну что, вот что на улице происходит. А все, что происходит на ТНТ, это бесконечный сериал «Универ в разных образах». Сейчас, ну, эти люди тоже играют в «Универ». И сейчас конкретно белый, ну, от образа прапорщика Шматко переходит к образу олигарха Сильвестра. Ну, вот такое вот эволюционное движение. И пока это какая-то еще помесь, но он скоро просто перейдет, потому что я реально, ну, вот он где-то там. И он останется в этом образе, потому что этот образ хорошо продается определенной категории людей, так же, как и олигарх Сильвестер, прапорщик Шматко. Многие говорят, многие говорят, что это типа солдатское, что-то грубое. Нет, мне кажется, что это эстетика и этика фильмов-боевиков начала 90-х. Если взять любой, любой боевик с Брюсом Виллисом тех времен, ну, или Шварценеггер, где они все ходят, очень мужественные, закуривают об подошву и так далее. Ну, вот эта вся херня, то есть я для женщин вот это, и женщину ты чё? Ну, такие, в общем, рыцари печального образа, такие все мускули. Короче, вот эта вся херня, она уже, ну, 30 лет неактуальна получается. И получается, он выбрал для себя образ, который неактуален лет 20 уже. Ну, он просто настолько мимо кассы. Но что мне лично внушает уважение в Белом, то, что он реально исполняет грустные твиты пятиклассницы. Ну, вот реально, вот его позиция, типа там, я когда-нибудь добьюсь успеха и никогда не зайду в соцсети, и он это делает. Я не знаю, но, видимо, он не видит это видео, и хуй с ним, короче. И никогда не увидит. Господи, какой тупняк. Вот, когда вот начинаешь произносить вслух, что конкретно ты делаешь, это настолько уебищно, вот прям, вот невыносимо. Но мой респект, вот эта старость, это осознанное усидение, загнание себя в могилу. Я надеюсь, что он когда-нибудь наденет деревянный макинтош и будет выступать прямо в нем, просверлит дырку для микрофона и будет вещать оттуда. Ну, а хер ли. Макинтош будет самый дорогой, естественно. В общем, Белый в целом довыебывался, сам себя трахнул на сцене и, в конце концов, ну, как бы раскрылся. Интересный способ достижения этого. Я не думаю, что кто-нибудь пробил бы Белого, кроме Белого, кроме неуспеха Белого. Это странно. Я вот все думаю, как он это наработал. Ну, то есть, нужны были какие-то, ну, совершенно определенные, долгие, настойчивые усилия довести ситуацию до того, чтобы тебя реально вообще никто не любил. Ну, вот как-то. Блядь, да что с тобой, чувак? Ну, вот основной момент. Мне кажется, сейчас, что, ну, кроме вот этой эстетики 90-х, в которых человеку удалось пожить, это эстетика начала 2000-х, эстетика начала Камеди Клаба. Если вы помните, он начинался в жирные годы. И когда Камеди Клаб возник и стал популярным, они сразу переключились на лайфстайл. То есть, там не было понятия написания шуток. Они очень быстро поняли, что вести корпоративы гораздо прибыльнее, чем, в принципе, делать программу. И они всегда делали программу с целью поддержки образов. Тупо они поняли, где конвейер. Ну, в воле вообще никогда не шутил. Он просто очень много работал ведущим. Люди там особо не концентрировались, поэтому они не меняются. Поэтому программа Камеди Клаб стала, в принципе, гламурным журналом. Цель гламурного журнала – объяснить небогатым людям, сколько стоят вещи, которые носят богатые люди. И цель Камеди Клаба – объяснить небогатым людям, что ведущие корпоративов у богатых людей очень дорого стоят. Вот это все, что нужно знать о текущем состоянии Камеди Клаба. У меня вообще нет вопросов, что с ним происходит. Они просто продолжают выпускать гламурный журнал для тех богатеев, которые остались еще где-то там в Москве. Вот и все. Ну и больше и не надо. Второй вопрос, что он довыебывался до того, что однажды на Росте, по-моему, где-то на одном из фестивалей, он вслух, всерьез, в лицо противнику сказал, что его материал кто-то написал. Поэтому, честно говоря, я не могу сказать, хороший ли он комик в этом Рост-баттле. Может, он просто говорил-ка чужих текстов. Я не в курсе. Это не я, это даже не предположение. Он один раз это сказал, и все. Теперь дели надвое. Я считаю... Но поймите правильно, это одна из самых важных сущностей комика, пишу ли я сам. То есть я ли выражаю мысли, которые во мне. Они, конечно, могут совпадать, но это именно тот термин предыдущей эстрады, который ты там... Ну ты должен писать костяк вот того, что ты делаешь. Ну уж на Рост-баттл, ну не знаю, хрен там. Бывает там коллективное творчество, обсуждение, но все равно, в конце концов, ты... Но говорить, что шутки за тебя пишут, это... Ну это глупость, понимаете? И вот получается так, что эстетика того, что я богат, и за меня люди что-то делают, перевесила то, что я комик. Полностью перевесила. Это, еще раз, это эстетика... Нет, не эстетика, это этика. Этика начала 90-х, этика среднего класса, начало потребления, то есть не работать, не отдавать, всячески показывать свою успешность. Ну, в принципе, как бы описал среднюю модель Инстаграма с огромной задницей, да? Вот, белый живет по этим заветам. Это все давно закончилось. Сейчас это шеринг индустрии, социальные связи, социальная нагрузка, ну, помощь. Помните, был такой проект «Комик в городе». Знаете, почему он рухнул? Потому что в этом «Комике в городе» не было никого, кроме белого, по сути дела. Эта программа, она содрана с «Heart in the City». Там Кевин, по-моему, зовут ее. Ну, в общем, комик знаменитый. Приезжает в город, он знакомится с локальным комьюнити, смотрит их выступления, их показывают прямо на Comedy Central. Он дает им какие-то советы, рассказывает. И все это в очень дружелюбной атмосфере происходит. То есть, я не знаю, в принципе, может ли дружелюбную атмосферу быть в месте, куда заходит белый. Я хер знаю почему. Вот. Но бывает. Прежде чем перейти к последней речи белого, мне она очень интересна своим составом, потому что она полностью выражает и подтверждает то, что я говорю, и этику его, и понятия, и недоумение. Я хочу сказать, что я целиком и полностью предвзят в этом анализе. Не пишите мне, пожалуйста, Илья, вот по чесноку. Это не по чесноку, окей? Я могу всю оставшуюся жизнь говорить любую херню по этому поводу. По поводу того, что кто-то обосрался, потому что я прекрасно помню эту историю, когда комик из Самары приехал в телепрограмму, призванную оценить качество комедии. А эта программа и сделала все хорошо. Но программа оказалась не про то, а про то, как бы комик поел говна. И я очень рад, что кто-то из этой телепрограммы, кто кормил этого комика говном, сам поел говна, которое и породил. Вот моя позиция. Я счастлив, ребят. И по поводу последней речи. Там было совершенно четкое послание «Уважайте меня за...» Но уважайте меня за успех. Не за комедию, не за то, что я хорошо пишу шутки, не за то, что я хорошо к вам отношусь, не за то, что я много сделал для стендапа. Нет, ничего. За то, что я крокус собираю. Хочу сказать, что Павел Воля тоже собирает крокус и устраивает часовую презентацию для многих тысяч поклонников своих исключительно высоких скиллов, как тамады. Респект мужику. Гражданин Имин, сын владельца крокуса, тоже собирает крокус на свои концерты. День милиции соберет полный зал и в крокусе, и в любом зале, и стадион они соберут. Концерт шансон года собирает крокус. Блять, да любая хуйня собирает крокус. Это абсолютно не важно. Важно, что ты делаешь. Ты стоишь на сцене со всеми комиками, расскажешь, как богат. Это настолько же тупо, насколько на новом БМВ приезжать к молодым комикам, ставить ее перед по разным подъездам, откуда они выходят, и сидеть с друзьями пиздеть. Ах, да. Нет жалости. Никакой вообще. То есть, ну, окей. Есть хорошее выражение в английском. Good for you. Хорошо для тебя. Заработал денег? Good for you. Успешно собрал крокус? Good for you. Там организовал программу? Good for you. Какое значение это имеет вообще для кого-то? Чего ты там где-то сделал? Вон поклонникам своим рассказывай. Рост — это же место для других немного вещей. Он тем и хорош, что он снимает с тебя все маски. Этот рост. Он показывает тебя голым, беззащитным. Это драка один на один со всеми. Ну, ладно. Эта драка была белого с образом белого. Это очень интересный момент. Я думал, откуда эта вся херня? Ну, просто в чем корень? Ну, как так сложилось? Белый же... Ну, неплохой он комик. Ну, по факту он умел писать шутки давно. Он понимает, что делает. Он хороший организатор. Как мы дошли до того, что, ну, происходит вот это вот на сцене с человеком? Так что, ну... Блин, это единственный человек, с которым так произошло. И у меня не было испанского стыда. Окей? Я думаю, что это все берет корни еще в «Смех и без правил», потому что... Потому что... Потому что... Помню те моменты, когда мы приехали. «Смех и без правил» еще снимался на старом заводе по разрушенном. И вот стоим мы там, толпа комиков. Все комики бедные. Все молодые комики бедные. У меня там были какие-то деньги. На меня смотрели как на человека, который не отсюда. И мы стояли, и там начали приезжать вот телеведущие. Приезжает Воля на «Хаммере» на втором. Тогда это была машина из каких-то, ну, я не знаю, из небытия, из самых дорогих журналов. Приезжает Турчинский тоже на «Хаммере». Они так подходят друг к другу здороваться. И стоим, и человек 50 такие смотрим. Я такой, блин, ну вот, наверное, так и выглядит успех. И, видимо, кто-то из этих молодых комиков, вместо того, чтобы думать, ну, хуй с ним, конечно, жизнь моя отдельная, взял и поставил себя цель. И теперь занимается тем же. Жизнь странная штука, согласитесь? Было время, когда это было в порядке вещей, вести себя так. И стало время, когда это просто не нужно. Не знаю, был недавно на окончании концерта Мартиросяна. Там произошла совершенно та же фигня. И я чувствую, что не совсем рост этому причина. Тебя просто прорывает внезапно на тебя самого, потому что ты не можешь таскать очень долго эту маску. Типа я такой и я одновременно такой. Нет, ты определенный. Ты вот такой, какой, вот тебя прорвал. Все, конец. Зафиксировано. Ну вот, спасибо, ребят. Я, надеюсь, описал для вас эту самую штуку. Здесь не будет помощи по ростам. Я участвовал в них, но это был не рост. Я, скажем так, это был первый рост, в котором кто-то хорошо обозначил позицию. И хорошо обозначил позицию именно Женя. А по хорошему шаблону и с большим качеством сработал белый. И это первый раз, который я видел, когда по справедливости выиграла идея, а не качество. Похрен по каким причинам. Ну и нахрен белого, короче. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!